I want something just like this I want something just like this Всем привет! Сегодня я снимаю обещанное видео про чокеры. Под прошлым роликом большинство проголосовало за видео с чокерами, но были и такие, которые голосовали против. И писали, что чокер это знак девушки легкого поведения, что в 16 веке в Испании именно девушки легкого поведения носили чокер. Ребята, алло, какой 16 век? Сейчас 21 век на дворе. В каком-то там веке из-за зеленых глаз девушек на костер сажали, потому что думали, что они ведьмы. Так что мне теперь себя ведьмой считать? Я считаю, что чокеры это дело вкуса. Кому-то они нравятся, кому-то нет. Лично мне нравятся чокеры. Итак, сегодня я покажу 5 вариантов классных чокеров. Поехали! И первым мы сделаем простой чокер из бархатной ленты. Нам понадобится бархатная лента. У меня она черная, шириной 2 сантиметра. Также нам нужна какая-нибудь подвеска. Главное, чтобы в ее тексте вошла лента. Два отрезка цепочки, карабин и зажимы. Мои не очень соответствуют остальной фурнитуре, но других не оказалось. К подвеске с помощью соединительных колечек крепим отрезки цепочек. Измеряем обхват шеи и отрезаем соответствующий отрезок ленты. Теперь в эту ленту продеваем подвеску и подвигаем ее в центр. На края ленты крепим зажимы и замочек. Теперь цепочки от подвески нам нужно прикрепить к зажимам. Тоже с помощью соединительных колечек. Вот и все! Бархатный чокер готов! Он вроде бы и простой, но и в то же время нарядный. Очень классно получилось! Следующим мы сделаем длинный чокер. Точнее, два длинных чокера. Один будет длиной 1 метр, а второй почти 2 метра. Начнем с двухметрового. Нам понадобится замшевый или кожаный шнурок и бусины. Шнурок я купила, а бусины были дома. И тут возникла небольшая проблема. Отверстие у бусины оказалось маловато для купленного шнурка. Но немножко смекалки и проблема будет решена. Лайфхак! Берем тонкий крючок для вязания. Продеваем его в бусину, цепляем шнурок и протягиваем его через бусину. Таким образом протягиваем несколько бусин. Я нанизала 5 бусинок. Завязываем кончик шнура в узел. Лишнее подрезаем. На противоположном конце делаем то же самое. И готово! Всего лишь шнурок и бусины. А какое классное украшение получилось! А главное, есть множество способов, как его завязать. Мне этот чокер больше всех нравится. А теперь чокер покороче. Берем шнурок длиной 1 метр. Какие-нибудь продолговатые подвески и зажимы для шнура или наконечники. Зажимаем кончик шнура. И с помощью соединительного колечка цепляем подвеску. На противоположной стороне делаем то же самое. Готово! Не прошло и 5 минут, как наш шнурок превратился в украшение. Следующим сделаем чокер из прозрачной ленты органзы. Нам понадобится органза, красивая подвеска, зажимы для ленты и карабин. Продеваем подвеску в ленту и завязываем узелок. Измеряем обхват шеи и отрезаем лишнюю ленту. Закрепляем зажимы на ленту и крепим карабин. Вот и все! Этот чокер тоже оказался невероятно быстрым в исполнении. За счет полупрозрачной ленты этот чокер смотрится очень нежно и воздушно. На следующий чокер нужно потратить немножко больше времени, чем на предыдущий. Мы его будем плести. Нам понадобится вощеный шнур и бусины. Начинаем плести. Закрепляем шнурок на какой-нибудь книге или картонке. Это будет центральная нить. Берем длинный отрезок такой же нити и завязываем узел на центральной. У нас образовалось три нити. Левая, центральная и правая. Теперь внимательно. Левую нить кладем на центральную. Правую нить кладем сверху на левую. Образовалось как будто две петельки. Правую нить из-под низа. Продеваем петельку слева. Затягиваем. Теперь делаем все наоборот. Левую нить подкладываем под центральную. А правую нить подкладываем под левую. А теперь правую нить продеваем в левую петлю сверху. И затягиваем. Чередуем эти два узла и получается плетение. Это принцип плетения браслета Шамбала. Когда вы сплели нужный вам отрезок, начинаем вплетать бусины. Надеваем бусину на центральную нить, а нитями по бокам обхватываем бусину. И продолжаем плести, как и раньше, чередуя узлы. Между бусинами я делаю примерно 3-4 узла. Я решила вплести 5 бусин. 2 маленькие, 2 средние и 1 большая. Когда бусины вплетены, продолжаем плести ремешок. Когда вы заплели нужную вам длину, нужно закрепить клеем хвостики боковых нитей и отрезать их. Получился вот такой чокер. Сделаем застежку. Два хвостика нужно положить параллельно друг к другу и завязать на них отрезок нити. Принцип плетения такой же, как и раньше, чередование узлов. Только теперь вместо одной центральной нити у вас две. Плетем буквально пару сантиметров. Отрезаем боковые нити и у нас получился замочек. Центральные нити ездят туда-сюда. Тем самым мы можем расслабить чокер, продеть через голову и затянуть нити. Очень красивое украшение получилось. Вот и все чокеры на сегодня. Надеюсь, они вам понравились. Напишите мне в комментариях, любите ли вы носить украшения. Поддержите меня пальчиком вверх и обязательно подписывайтесь на мой канал. Впереди вас ждет много всего интересного. До следующего видео. Пока!